Я увидела Оксану сегодня в красненьком, и говорю, Оксан, переводи меня, будем две красненькие. Будем обе в красненьком. У нас сегодня по-домашнему, вы заметили, мы все в свитерах. Многие разъехались в путешествиях на выходные. Да, и поэтому мы... Хорошо, что мы не в пижаме еще, да? Ну, в свитерах так удобненько. Так что устраивайтесь поудобнее, здесь у нас тепло, атмосфера домашняя. Наверное, у меня будет слово о том, как перейти на следующий рубеж. От года покоя к году любви. Днеска с лоутами, что беда как? От годината на покой до применим годината на любовь-то. Да, какой... Что является переходным моментом всегда от нового рубежа к следующему рубежу? Как после являва преходный момент на друг у него, друг в рубеж? Это благодарность. Твоя благодарность. По Писанию, знаете, вообще 10% людей только благодарны. Помните, да, когда Иисус исцелил прокаженных и один вернулся исцеленный. Иисус спрашивает у них, а где остальные девять? Почему ты один вернулся поблагодарить меня? Почему такая наша человеческая сущность, что мы неблагодарные по природе своей? За что наша человеческая сущность такая, что мы неблагодарны? Ну, я думаю, что несколько причин для этого. Ну, во-первых, это, наверное, гордость, да? Мыслить, что мы не какую причину первого-то, может быть, твоя гордость. Что недостаточно дали, недостаточно внимания дали, недостаточно денег дали, недостаточно любви дали. Может быть, это обиды. Когда человек обижен, ему трудно благодарить. Может быть, это непрощение. Когда человек не может простить, ему трудно благодарить. Или, может быть, это то, что человек не может прости. Или акцентирование на негативном. Когда мы зациклены все, что плохо, все плохо, тогда нам трудно благодарить. Или концентрирование на негативных нещах. Но если мы хотим развиваться в какой-либо сфере, в любой сфере, то Бог хочет, чтобы мы были благодарными. Аминь. Благодарными за мужа, которого Бог нам дал. если мы хотим развивать нашу семейную сферу за жену которую дал за детей которых подарил у нас были уже на и деловых людей в течение года наверное и мы писали такие записки богу с обращением наших просьбах до наших целях наших желаниях знаете я всегда начинала с благодарности это не то что я такая хорошая но я просто не могла просить чего-то я думаю что многие тогда не могла просить чего-то не поблагодарив бога за то что я уже имею знаете благодарность я написала сегодня это подытоживающий рубеж то есть мы подытоживаем через который мы можем выйти на новый уровень но и благодарность всегда связана со смирением и благодарность то винаги и сверзана с смиря вами вы знаете фессалоникийцам написано за все благодарите бога потому что такова есть воля его вас я вчера вечером села и стала писать за что я благодарю бога в прошлом году и знаете так получилось я потом когда проанализировала я писала за я благодарила бога за то что мы прошли трудности понимаете 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 за то что мы не сломались не остановились не опустили руки но за то что он нас провел я хочу вам предложить три пункта рассмотреть а вот сейчас на проекторе будет я даже бы вам бы порекомендовала их написать я думаю что многие из них тоже многие из вас что-то подобное делают он прям вчера вечером у меня было такое желание что хорошего произошло у меня в 2019 году и я обычно когда что-то делаю я всегда минимум 10 пунктов себе ну как бы ставлю задание но знаете я вчера становиться не могла я написала больше 20 пунктов и что интересное вы знаете я сама удивилась думаю ну надо же но вообще слава богу слава богу да что что мы успели сделать что у меня было хорошего что бог сделал в моей жизни очень важно знаете когда мы что-то просим у бога он потом дает это не забывать и не принимать это как должное а поблагодарить его и сказать тоже слава богу но я молодец да и много важного гаду получавам нечто от бог до него премьет че така треба да и да не забравим и да благодарим на бог и докажем слава на бога второй пункт за что я особенно благодарен богу в прошедшем году и и знаете когда я начала писать я поблагодарила бога опять таки за то что мы прошли смогли пройти трудные какие-то периоды в этом году и что бог дал благодать на это и готов писах по тоси пункции что видя че писах за трудности кути сме применяли и че бог не помогнут а применим пристях знаете мне вспомнилось это был январь или февраль месяц когда муж у него был сильный очень вирус и никак он не мог он вообще не привык болеть три дня и все два три дня и он уже здоров и я помню что это было несколько воскресений подряд я ему говорю останься дома потому что у него не было силы только чтобы одеться в церковь у него ходила около часа времени я сидела вот здесь впереди когда он проповедовал и думала лишь бы он не упал лишь бы он не упал и знаете слава богу что благодаря богу и и усилием воли тоже знаете мы прошли этот этап да не буду печальник да но иногда нужно реально что-то нам пройти чтобы быть благодарными богу чтобы научиться и отдыхать тоже да и третий пункт кого лично из людей я хочу поблагодарить и что хочу им сказать и третий пункт и кой лично искам да благодаря и какво искам да им кажа вот часто ли вас благодарили родители за то что вы есть в их жизнях или учителя или еще кто-то или учителите нас нет такого навыка правда же и я думаю что наверно это самое трудное ну легко поблагодарить с кем ты в хороших отношениях да я когда стала размышлять я поняла что знаете самое трудное это мне поблагодарить свою маму потому что меня была долго обида 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 на нее за что то долго время имах обида към нея родители особо и у них не было времени заниматься В основном были обвинения и направления на то, что ты должна быть лучше, ты недостаточно хороша, ты еще должна быть лучше. Но знаете, родители нам дают жизнь. И только за это можно уже поблагодарить. Мы можем поблагодарить Бога за то, что Он вдохнул в нас дыхание жизни. Что мы избранные. Много людей, я думаю, почему Господь так много людей, но они не ищут Бога. Слово не касается их. Я как-то разговаривала с женой пастора в Казахстане. Недавно. И она мне говорит, я говорю, куда едешь? Она говорит, да, ну она мне пишет, что я сейчас в маршрутке еду. Я говорю, куда едешь? Она говорит, да, на нас жалобу написали. В Казахстане сейчас должны быть списки церквей. И эти списки, они в общем доступе у правительства. Те, казачи, написали, уплакваны на тях, за что-то трябва да има списки. Изысквания такива, да. Изысквания, че да има списки на церкви. Да, список людей. И эти списки, они должны быть в доступе у правительства. И властите трябва да има доступ до тези списки. И одна член церкви, она была преподавателем школы. И в школе к ней пришли и сказали, подтвердите, что вы ходите, посещаете эту церковь. Она не ожидала этого, прибежала в церковь и устроила, ну такой небольшой скандальчик. И Гульшара говорит, не переживайте, я пойду в департамент и просто скажу, что вы не числитесь и все. Какие проблемы? Ну и она говорит, вот я еду сейчас в департамент, буду там разбираться. Я ей говорю, ну ты не устала от всего этого. И она говорит, Наталья. Мы же избранные. Бог же нам доверил это. Бог нам доверил служение. Из многих людей только нам он это открыл. Поэтому можно благодарить Господа за то, что мы избранные у него. И за то, что мы можем благодарить на Бога, что мы избранные. Когда все хорошо, легко благодарить, да? Помните, мы... Куда-то всичко и много доброе в животе, и много болезненно благодарим на Бога. Прословители сегодня пели чудесную песню, что все может отобраться, да? Финансы, благосостояние. Но только любовь, она пребывает всегда. Но саму любовь то, я виноги пребывала. Божию любовь от нас никто не сможет забрать. Никто не может не отнять Божию эту любовь. Но чтобы мы все больше и больше переходили из нового уровня на новый уровень, нужно научиться благодарить. Если мы научим, чтобы применять новые нивы, нужно научиться благодарить. За то, что есть у нас. За то, как мы имели. За финансы, которые нам Бог дает. За политику, которую не дала Бог. Вы знаете, в финансовой сфере, для успеха в финансовой сфере, необходимы два обязательных элемента. За успех в финансово сфере, са необходимы два элемента. Первое, это быть благодарным за то, что есть. Прово то, да си благодарен за то, что имаш. Я помню какой-то, знаете, у нас был критический момент такой, что у нас был на завтрак, я приготовила рисовую... Ну, знаете, у корейцев всегда рис стоит, мешок риса. Это обязательно. Да, на завтрак у нас был рис с молоком. На закуске имах мы рис с мляком. На обед у меня было там лука немножко, еще чего-то. Я сделала такой на воде, ну, такой, как сказать, бульончик травяной, да. И было время одуванчики во дворе срывала, варила. И на обед направих много лека с супа, с лук, и после имах время с зимой глухарчатой, и да правя нечто у тебя. Да, и опять с рисом. Все, что с рисом. А на ужин у нас ничего не было. А на вечере вечером не мог мы нищо. И вы знаете, такой мир пришел в мое сердце. И по то время дойди мир в сердце. И я говорю детям, давайте сядем, и будем просто благодарить Бога. Потому что утром у нас был рис с молоком, каша рисовая с молоком. На обед у нас был суп с рисом. И вечером нас Бог не оставит. И мы помолились с детьми. Муж был тогда, проводил домашнее служение, домашней церкви. Может, мы договорились, правил домашней церкви. Да, домашнее служение проводил. И он возвращается через некоторое время. То есть, прибирает след время. Открывает пакет. Утварит турбичка. И достает оттуда палку колбасы. С удивлением смотрит. И говорит, все-таки положили мне. И, кажется, все пакцами сложили два. Я говорю, что такое? Он говорит, одна сестра мне пихала эту палку колбасы. Но я не хотела ее брать. И она все-таки мне подсунула в пакет. Мы так радовались этой колбасе. Я говорю, еще бы хлеба. Но у нас соседи рядом были верующие. И она нам пекла пирожков. И принесла нам пирожки эти. Это была, ну, это была вообще. Это такая радость была. И, знаете, я вот сейчас анализирую. И мне кажется, это стало отправной точкой, когда Бог просто начал благословлять наши финансы. У нас, у меня не было недовольства в сердце. Я сама себе удивилась, откуда у меня эта благодарность. Но, знаете, сердце благодарное, оно постепенно становится благодарным. Сначала нужно через уста просто начинать благодарить. Да започнать да благодаришь. Даже иногда, если трудно. Потом происходит обновление у нас в разуме. И потом приходит обновление в сердце. И вече след това идло обновление в сердце. И тогда приходит покой, радость, несмотря на то, что происходит вокруг. И тогда получаем радость, покой, вопреки то, что случилось около нас. И второй момент, если говорить о финансовом росте, это умение давать, быть даятелем. И второй момент за финансовое развитие, да можем дать давами. Это когда мы приняли решение давать десятину. И помимо этого, мы были всегда готовыми давать. Двери нашей квартиры были всегда открыты. И мы жили в центре города. И знаете, я хочу сказать, что у нас все, кто мимо проходил, звонят и говорят, к вам можно, заходите. Разбираемся, взехмо решение, да даваме десятата часть от финансового церква. И все, что дума не винаги беше утворен. И живяхме на центре. И хората, които семинавали там, винаги се не съобождали. И казваха, че, а мы не ще дойдем сега при вас. И мы все, что у нас было, всегда ставили на стол. И винаги тва, което имахме, изваждахме намасте и черпяхме хората. И я думаю, что Бог и через это тоже начал благословлять нас, потому что написано, пускайте хлеб свой по водам, чтобы он впоследствии вернулся к вам. И мысли, че твое нечто, через какой-то Бог запозже не благословим. Я вот очень желаю вам, я написала три этих пункта, попросила Оксану, она распечатала на листках бумаги. Здесь есть несколько листков бумаги. Заполните. И знаете, а вот третий пункт, я вам прям рекомендую практиковать. Ну первый, второй вы и так напишете, да? А третий, я прям рекомендую практиковать, за что я хочу поблагодарить конкретного человека. Если будет... Только распечатала листья, на которую вы можете дополнить. Порвите на три пункта и припоручиваете, припоручиваете третий пункт и доказываете на хората благодарность. Если будет сначала трудно прям говорить, устами подходите человеку эту говорить, напишите записочку этому человеку и поблагодарите его. И проверьте свое сердце, может быть сначала, кому особенно трудно кого поблагодарить. Именно этому человеку напишите записочку или скажите слова благодарности. Потому что, знаете, мы можем много слушать. Мы каждое воскресенье приходим и слушаем. Но Бог хочет, чтобы мы менялись, чтобы что-то происходило в наших жизнях. А это через действия происходит. Мы можем много дослушать. Мы, например, всякая неделя слушаем. Хвалу, которую мы пели в начале. Иисус, спасибо тебе. Мы помолимся сейчас за финансы и после песни, пожалуйста, если у кого-то вот прям сердце горит, вы можете выйти к микрофону и поделиться словами благодарности. Ако след пасанта имате на сердце си да споделите нещо благодарност, запогадайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!